Должников судебные приставы пытаются застать за работой. К примеру, хозяин этого рыбного места никак не может своевременно платить налоги. Продавцу приходится брать удар на себя. Хозяин по телефону даёт добро, чтобы за него рассчитались на месте. Попросили заплатить. Сейчас из кассы вы оплачиваете, да? С владельцем позвонились? Так же. Что говоришь? Заплатить и всё. У хозяина другой торговой точки проблемы куда серьёзнее. Долг перед налоговой службой около 70 тысяч рублей. Правда, общаться с судебными приставами желающих нет. Палатка с товаром брошена, и продавец благополучно скрылся. Описывать имущество приходится при понятых. Продавец скрылся, самой хозяйки нет. На имущество будет наложен арест. Данная вещь будет передана хранением специализированной организации. И в течение 10 дней должница не погасит свой долг. Вещи будут проданы. Владельцы и продавцы торговых точек по соседству на происходящее смотрят неоднозначно. Говорят, да, по долгам платить надо. Но если нечем. Ну, всяко бывает. Проблемы у всех разные, правильно? У кого-то возможности нет. А потом сейчас очень плохо с торговлей стало. Практически её нет. Ну, может быть, поэтому и скрываются от налогов. Вы считаете, это как? Это правильно или всё-таки безысходно? Ну, конечно, нет. Но безысходность, скорее всего. Мнение Федеральной службы судебных приставов на этот счёт другое. Не платят, потому что не хотят. Ну, мы их вызываем. Службы судебных приставов перед тем, как уже приехать на арест добровольно не являются. Вот поэтому нам приходится выезжать. Проверить задолженность можно, как говорится, не отходя от кассы. Главное – наличие документа удостоверяющего личность и пару минут свободного времени. У вас задолженности нет. Вот так легко и просто можно проверить свои долги. И такие передвижные пункты в местах массового скопления – не редкость. Всего же в ходе рейдов, которые проходят каждую неделю, взыскать с должников удаётся сотни тысяч рублей. Только в этот раз долг перед государством погашен на сумму около 150 тысяч. Сергей Щеплягин, Сергей Таиров. Объективно. ННТВ.